Ну а теперь на этот раз официально здравствуйте, уважаемые слушатели. Вы находитесь на семинаре под названием «Внедрять или связывать». Такое провокационное название говорит о проблеме, существующей между приложениями. Эта проблема, скорее, упирается в момент незнания. Что лучше для себя выбрать? Я пытаюсь доказать в течение этого занятия, что ни один вид импорта не является плохим или хорошим. Он просто отвечает на вопрос «А что вам конкретно надо?». Что надо? Если вы хотите, чтобы ваши данные были полностью защищены в этой таблице или диаграмме, то, наверное, лучшего способа, чем иллюстрация, нет. Или все-таки связанный импорт, у которого есть свои проблемы. Или внедрение, прям-таки безупречная модель, но зато внедрение утяжеляет вес файла. А может быть, это обычный импорт Ctrl-C, Ctrl-V. Ну, такие вот ситуации мы с вами и будем обсуждать. Демонстрация будет происходить на примере одного из наших уроков. В рамках полного обучения по PowerPoint уровня 1 используется ряд лабораторных работ, иногда увеселительного характера. Например, «Карнавал животных Сен-Санса». Там внедряется и видео, и аудио, и настраивается триггерная анимация, так, чтобы вы нажали на флейту, и она запеликала. Но она, наверное, еще раз на нее нажать, поскольку она не перестанет этого делать и будет делать постоянно. Так что триггер будет и на вкл, и на выкл. Я думаю, такое занятие тоже запланировать. Ну, а пока мы будем заниматься с презентацией «Сахалин». Она не очень носит увеселительный характер по работе, ну, такая скучненькая презентация, но зато именно на ней мы с вами можем обсудить ряд проблем. Так, я вас приветствую, вы меня приветствуете. Здравствуйте. Кто я такая? Зовут меня Инна, Романова Инна, автор курса «Пауэрпоинт-уровень первый», «Пауэрпоинт-уровень второй», и также специализируюсь в направлении Excel, Word, Photoshop, Coral. Вот мой имейл. В случае вопросов вдруг, но не абстрактного характера только, да, абстрактный характер – это хорошо, ну, не знаю, под хороший вечер, обстановку, коньяк, там, что-то такое. Да, вот конкретно, а как делается то-то, как делается все-то, в чем может быть такая-то проблема с документом, я вам с удовольствием помогу. Так, заявленные виды импорта. Всего четыре популярных вида импорта мы с вами рассматриваем в программе обучения. Это импорт по умолчанию, что означает использование сочетания клавиш Ctrl-C, Ctrl-V. Импорт внедренный, связанный, а это уже специальная вставка, она нам будет доступна либо, ну, через интерфейс на ленте, команда вставит специальная вставка, либо Ctrl-Alt-V на клавиатуре. И все, речь идет именно о вставке. Копирование информации всегда делается обычным способом, то есть, как именно вы скопируете табличку или диаграмму, правой клавишей мыши команды «Копировать», Ctrl-C не имеет значения, именно о выдаче идет. Ну, и графический вид импорта, который может включать в себя как вектор, так и растр. Прочие возможности ОЛЕ – Object, Linking and Embedding, такая аббревиатурка. Если в Гугле забить ОЛЕ по-английски, в Викопедии сразу выскакивает такое определение, что это технология программы Microsoft, которая отвечает за связи между приложениями. И я, если успею, покажу еще что-нибудь. Помимо обычных внедренных, связанных графических вариантов работы через буфер обмена, есть еще отдельные команды. Курс, который в данном бесплатном вебинаре у нас за основу идет, это уровень первый. Он же направлен на сдачу экзамена сертификационного MOS PowerPoint. Ссылка данного курса у нас также имеется на сайте специалиста. Но в целом на сайте специалист.ру достаточно просто напечатать в окошке поиска PowerPoint уровень первый, чтобы сразу найти программу курса. Занимаемся мы с вами всего 45 минут. И в пределах заявленного времени как раз и успеваем пройти все эти виды импорта. Далее уже по презентации. Полная версия курса. На что она способна? Какая подготовка требуется по курсу? Куда человек идет дальше? Все это можно рассматривать в качестве рекламы. Основы PowerPoint модуль первый. Модуль 2 визуализация. Модуль 3 мультимедиа, включая анимацию. И распространение вашей презентации. Кое-что даже войдет в нашу сегодняшнюю тему. Вся эта презентация, равна как и весь набор материалов, доступный вам по ссылочке. Ну а пока я закрываю сейчас всю эту презентацию. И буду работать уже с другими документами. В состав этой папки внедрять или связывать входит также программка. Она совершенно бесплатная. Программа называется ZoomIt. Я не то чтобы ее вам рекламирую. Дело в том, что она совершенно бесплатная. От компании Microsoft я искала долгое время нечто подобное. Программу, которая может бесплатно совершенно, да, вот, портативно приближать, обводить что-то, рисовать. И используют ее преподаватели, а также люди, связанные с тем, чтобы демонстрировать содержимое своего рабочего стола. Ну то есть практически все люди, которые ведут совещания, мозговые штурмы или даже какие-то совещания по скайпу. Шикарная вещь. Лучшего я просто не видела. Скриншотов эта программа не делает, а делает только вот такую вещь, как приближает, отдаляет, реагирует на сочетание клавиш, висит в трее. Можно ее и отключить в любой момент. Все мечтаю создать под нее русскую инструкцию. Ну как я мечтаю? То есть просто так, никогда ничего не делаешь, да? Вот если был бы человек, который сказал бы, вот мне надо, руку к сердцу прижал, вот даже платить не обязательно. А вот какую-то вот хочется чистую энергию увидеть, вот прям, пожалуйста, сделайте. Вот, наверное, тогда сделаю. Пока русской инструкции нет, она только на официальном сайте Microsoft и на английском языке имеется. В настоящее время я открываю презентацию Сахалин. Как я и предупреждала, это скучная презентация, состоящая только из заголовков и более-менее ярко выраженных бэков. Ну, то есть фон, фон, не шевелится. На каждом слайде и в этой презентации будет располагаться тот или иной объект. Так, диаграмма в одном случае, таблица в другом случае. Если вы получили данную презентацию, я рекомендую вам проследовать на вкладку «Вид» и включить галочку «Направляющие». Простановка этой галочки выявит для нас направляющие. Направляющие, которые вшиты в шаблон данной презентации. Как создавать шаблон? Сразу мини-реклама. Это уровень 2. PowerPoint уровень 2. Немножко навязчиво это будет, да. Направляющие, которые появляются на каждом слайде презентации. Такие тонкие-тонкие ориентировочные линии. Не знаю, видно их или не видно так издалека. Видно? Такие тонюсенькие такие, тонюсенькие линии. Причем вот эти две промежуточные линии, которые расположены приблизительно ориентировочно в центре слайда, мне сейчас не очень нужны. И они нужны уже под полную композицию работы с этим объектом. Поэтому я их просто задвигаю в любую стенку слайда. В новой версии программы, по идее, избавиться от лишней направляющей можно с помощью правой клавиши мыши. Но это надо очень хорошо попадать. Вот так щелкнуть правой клавиши мыши, команда удалить. В старых версиях программы до 2013 года это невозможно. Поэтому показываю старый способ. Просто задвинуть. В итоге у меня остается всего 4 направляющие. Слева, справа, нижнее поле, а также одна направляющая под заголовком слайда. И точно такая же картина меня ждет на каждом слайде презентации. Вот. Сейчас нахожусь на втором. Мы поговорим с вами немного о диаграмме. Диаграмма это интересно. По анатомии цифровая диаграмма состоит у вас из двух частей. Особенности. Сейчас я буду делать живую запись на экране. Получить вы ее можете только когда посмотрите вебинар. Получается полностью она будет на экране. Одна из моих любимых манер это не вести презентацию заранее сделанную, а предпочитаю такую живую запись. Особенности по диаграмме. Я сейчас увеличу. Диаграмма. Естественная среда для диаграммы это какая? Word, Excel, PowerPoint. Я знаю у меня странная терминология, но так, расширяйте, расширяйте сознание. Где диаграммный дом, скажем так? Excel, да. То есть если я даже в Word это сделаю. Галина, да, сразу. Галина Смирнова, сразу да на ваш вопрос. Да. Хотя это можно даже лишнее. Если вы просто в поиске наберете ZoomIt. ZoomIt, да. ZoomIt. То первая же ссылочка на официальный сайт. Так. Итак, Excel это естественная среда для рождения цифровой диаграммы, и нам важно понимать ее анатомию. Анатомия. И я здесь рядышком сделаю такое умозаключение в две стороны. Цифровая диаграмма состоит у нас из двух частей. В рамках пакета Office. Да. Но даже если вы будете цифровую диаграмму делать в иллюстраторе, вы увидите, в общем-то, то же самое. Да. Что есть то, что называется визуализацией. Визуализация – это внешний вид вашей цифровой диаграммы. И вот какую конкретно цифровую диаграмму выбрать, я очень советую вам читать книгу. Джина Желязный. Джин Желязный, говори на языке диаграмм. Это великая поистине книга. Первая книга, наверное, в области бизнес-визуализации. Он что-то вроде Филиппа Котлера в маркетинге. Человек, который сказал, что оказывается, это надо делать не по приколу. Не потому, что мне так нравится или так делает в моей компании, а потому, как есть правило. Пять типов сравнения данных и прочее. Говори на языке диаграмм. Книга, к счастью, переведена на русский язык. Она даже не проблема по нахождению ее в интернете. Но я не должна об этом говорить. Визуализация. Если лениво читать самим, приходите на курс PowerPoint уровня 2. Я снова, да, со своей рекламой. С другой стороны источник. А вот источником построения является таблица Excel. Я снова напоминаю, что мы мыслим исключительно категории пакета Office. То есть есть Google Chat. Это отдельная тема совершенно. Есть ThinkSell-овские надстройки. А мы в рамках пакета Office находимся. Значит сюда. А я даже запишу, Алла. Джин, как Джин Тоник. Железный, как Роджер Железный. Ну что ж ты бы делаешь-то? Джин Железный. Железный, да. Говори на языке диаграмм. Отсюда надо признать, что естественная среда рождения только Excel для цифровой диаграммы. У вас рядом таблица, рядом цифровая диаграмма. В общем-то все в порядке. А вот когда вы нажимаете на команду диаграмма в Word или в PowerPoint, вы заметили, что у вас появляется внедренный Excel-овский файл? Тут же немедленно демонстрирую. Вот PowerPoint, никого не трогаю. Excel вообще никого нет рядом, да. На вкладке вставка я нажимаю на команду диаграмма. Нажимаю на ОК, например. И вот он Excel не заставил себя ждать. То есть здесь диаграмма создается со своим материальным обеспечением, получается. Вот он Excel. Этот Excel-овский файл предназначен для ввода коррекции данных. Его можно открыть в любой момент с помощью команды «Изменить данные» на вкладке «Конструктор». И по месту нахождения. Этот Excel-овский файл, он где? Ваше мнение. Где он? Да. Каждую вещь надо... Где-где? Временный файл. Нет. Нет, это не временный файл, а постоянный. То есть спустя пять лет я открываю эту презентацию в Париже. Excel-а по-прежнему нет поблизости. Он просто есть на компьютере. Сама программа. Я щелкаю по диаграмме правой клавиши мыши, выбираю команду «Edit Data» «Изменить данные» или вот здесь вот на ленте «Изменить данные» эту команду, и он вылетит. Речь не идет не о временном файле, а о вполне себе постоянном файле. И вот она технология «Оле». Просто другой ее край, другой ее блок. «О» — это «Обжект». «Л» — это «Линк». «Е» — это «Эмбет» — внедрение. Этот Excel-овский файл находится внутри самой презентации сейчас. Его не надо специально создавать, и он жив до тех пор, пока жива диаграмма. Идут в комплекте. Идут в комплекте. И открыть его можно действительно в любой момент. И если диаграмма рождается именно в PowerPoint или в Word, она всегда идет с внедренным Excel-овским файлом. Он будет всегда. А это означает, что за любым компьютером в любой момент времени вы можете править Excel-овский файл, что немедленно скажется на внешнем виде ваших данных. Ну что, если я сделаю, например, вот так? Это будет хорошо заметно, да? Ну там, или вот так. Тоже хорошо заметно, да. Ну и интересно, вот это нам интересно или не интересно? Я имею в виду, если вы диаграмму из Excel скопируете, вы сразу начинаете делить ваши действия на выгодно или невыгодно. Вот мне Галина правильно, кстати, подсказывает. Все верно, да. Внедрен в презентацию, живет внутри презентации. Под технологию внедрения хорошо подходит иллюзия матрешка. Файл внутри файла. Где ты? А вот здесь вот. Все внутри. Все свое ношу с собой. Все внутри. Это и есть внедрение. Но здесь мы внедрение сделали нечаянно, а не специально. Сейчас мы не будем затрагивать тему создания диаграммы в PowerPoint. Ну да, есть, кстати, свои проблемы у этого. Диаграмма в PowerPoint сложные типы могут себя плохо вести. Все-таки идеальная среда для создания цифровой диаграммы – это все-таки Excel. Тогда она создается безупречно. Маленькая запись такая на экране с моей стороны. Импорт. Импорт в PowerPoint. Диаграмма уже есть. Ну что ты делаешь? Еще одну программу надо было мне установить, которая называется «Punta Switcher», чтобы сейчас не нервничать из-за этого. Ну все, хорошее приходит потом. Импорт в PowerPoint. В качестве способа я активно вам рекомендую правую клавишу мыши. Так, способ. Способ и вот такую аббревиатурку с моей стороны. ПКМ. Правая клавиша мыши. Именно правая клавиша мыши дает вам возможность контролировать, что вы собираетесь делать с источником. Разные версии программы, много разных хороших слов, но давайте выделим с вами два хороших глагола. Внедрить. Много будет слов про сохранить исходное форматирование, что-то еще. Это все пропускаете. Это все бла-бла-бла. Там всего четыре варианта будет, но выделяем с вами самое главное. Внедрить данные или связать данные. И если вы видите внедрить, если видите связать, то речь идет именно об источнике. Визуализацию, а именно внешний вид цифровой диаграммы, вы получите без каких-либо проблем. Вы даже можете ее менять, управлять ее, независимо от Excel. И это самое обидное. Самое обидное то, что мы хотим ее подвигать, пощупать, а ведь все самое главное творится не с ней. Лицо вы получите. Надо думать о скелете. Надо думать вот об этом. Представив себя где-нибудь в Париже и получив звонок срочный от генерального директора компании, все пропало, все пропало, надо срочно все менять. Вы пытаетесь нажать на команду изменить данные к диаграмме, а она вам выдает жалобное сообщение. А нету данных. Данные остались дома в Москве. Это так работает связать. А вот если внедрить, но я снова не хочу сказать, что это хорошо или плохо. Может быть так и надо. Может не вы в Париже, а просто вы кому-то отправили презентацию, а это какой-то негодяй, который хочет ваши данные поменять. Вам же понравится, да, что он не имеет доступа к вашим данным. Итак, связи где-то снаружи. Внедрение всегда внутри. И все с точки зрения дальнейших ваших планов. Сейчас я открою файл. Открою файл параллельно с презентацией Сахалин. Файл будет называться «Население». Национальный состав, да. Файл называется «Население». Разрешаю редактирование этого файла для того, чтобы мне были доступны операции по копированию. И перехожу на первый листочек национального состава. Вот такая вот у меня диаграммка. Табличка. Рядом диаграммка. Делаю нейтральный щелчок по границе диаграммы. Ну куда-нибудь вот сюда вот можно щелкать. И затем любой из способов копирования, который вы предпочитаете. В том числе и правой клавиши мыши команды «Копировать», в том числе и Ctrl-C на клавиатуре. Все прекрасно работает. А также кнопка «Копировать» на вкладке «Главная». Тоже будет работать без проблем. Это совершенно не важно, как именно мы скопируем. А вот вставку лучше контролировать правой клавишей мыши и только ей. Затем переходим в пространство PowerPoint. Правой клавишей мыши, как я и говорила, мы нажимаем с вами на место на слайде и получаем целую систему значков. Позвольте, я ее даже чуть-чуть получше хочу вот так вот предвидуть. Пятый. Сразу неинтересно. Вставка как рисунок, да. Там не то, что источник, там и сама диаграмма вставляется, как какой-то ничтожный скриншот. Но если так и надо, то пожалуйста. Так. Затем мы разбираемся со значками, где находится кисточка. Здесь двойная классификация, да. То есть, так можно их рассматривать. Кисточка, кисточка. Кисточка означает сохранение исходного оформления от Excel. Если для вас это трепетно важно, чтобы диаграмма выглядела точно так же, как в Excel выбираете вариант с кисточкой. Мне это не важно сейчас. Мне это не важно. То есть, я не собираюсь сохранять Excel-овское оформление. Я наоборот собираюсь все менять. Поэтому мне важен либо такой, либо такой вариант. И затем мы между двумя значками остаемся, где все очень просто. Подводите курсор к одному значку, и он вам что-то говорит. Первый, без цепочки. Помогите мне, что вам говорит первый значок без цепочки? Кто у нас с компом? Что-то это плохо. Если только значение, это означает, что вы скопировали не всю диаграмму. Или не скопировали ее вообще. Попробуйте вернуться в Excel обратно. Во-во-во. То есть, вот это самое бла-бла-бла, неважное, да. И внедрить книгу. Ну, вместо глагола «внедрить» в ранних версиях программы используется отглагольное существительное, там, «внедрение». Разберетесь, разберетесь, да, там, будет главное. А вот со значком цепочки это означает «связь на данные». Связь на данные. Итак, попробую связь на данные. Итак, правой клавиши мыши и выбираю вот этот третий значок. Диаграмму я могу увеличить, так расправить, при этом ориентируясь на направляющие. Заметили, что краска слетела? Да? Заметно. То есть, здесь она у меня такая, посвежее, поинтереснее. А в этой презентации она более сурового внешнего вида. Так. Это как раз и сказывается то, что я не нажала на синюю кисточку. Там тоже были варианты внедрить или связать. На вкладке «Конструктор по работе с диаграммами» я вообще могу пренебречь тем внешним видом, который был, и выбрать что-то свое, да, что-то свое отличное от того, что вообще мне предлагалось. Что-то такое. Могу заниматься дизайном этой диаграммы сколько угодно. Формат области диаграммы подразумевает, скажем, заливку, цвет заливки. Ну, выберу там сплошную заливку белого цвета и прозрачность 50. Балуюсь, в общем, балуюсь. Это все не важно. Внешний вид диаграммы вы можете менять без проблем. Увеличивать, уменьшать размер, красить и даже кардинально менять ее типаж. Так. Тут дублируются проценты. Элементами могу заниматься. Формат подписи данных могу выполнять. Ну-ка я доли уберу. Во. Доли. Там циферка дублировалась. Ну что ж, чего я сейчас сделать не могу. И давайте посмотрим на индикаторы. Я сохраняю сейчас эту презентацию. Прохожу на вкладку конструктор. Наряду с командой изменить данные у меня доступна еще одна команда обновить данные. Это для нас индикатор первый. Индикатор того, что в этой диаграмме нет самостоятельных данных. Окей. А можно сразу по всем посмотреть, например, такую информацию. Необязательно же по каждой щелкать и смотреть сюда. Есть и общий индикатор, который мы найдем в меню файл. В меню файл я смотрю в правый нижний угол. Вот сюда. Edit links to files. Изменить связи с файлами. Вижу команду изменить связи с файлами. А это означает непременно, что в презентации есть связи. Нажимаю. И вот моя информация. К такому-то документу населения. Видно, да? Тип диаграмма. Я иду и провожу обновление. Вот так. Связь может быть испорчена, но восстановить ее легко. Команда изменить данные вам для этого. Если документы поменяли расположение относительно друг друга, поменяли название, то команда изменить источник позволяет вам восстановить связь. Просто заново надо указать документ населения. Так. Хорошо. Допустим, я запомнила соотношение. Закрываю. Закрываю, Сахалин. Оказываюсь здесь в населении. Файл Excel. Перед вами. Файл Excel. Так случилось, что у меня поменялось соотношение. Ну, дикая, конечно, ситуация, поскольку это статистика. Как она взяла, да поменялась. Но, допустим, я пользовалась совершенно неправильными сведениями, а вот теперь они исправились. Соотношение русской части населения я меняю. Русских, допустим, у меня не 84, а что-нибудь такое очевидное. 50%. Да, 50%. А кого-то у меня стало побольше корейцев. Допустим, корейцев у меня там не 5,6%, а пусть будет там, ну не знаю, 26%. В общем-то, должно получиться 100%. Я в курсе, да, но позвольте мне сегодня не думать об этом. Мне нужен просто совершенно другой паттерн по происходящему. Я поменяла данные в Excel, и та диаграмма, которая здесь уже была, их получается две, да, они сейчас кормятся от одного источника. Этот Excel-овский каркас является общим и для диаграммы, которая была в Excel, и для той диаграммы, которая сейчас находится в программе PowerPoint. Excel-овский файл сохраняю, закрываю, осталось только это проверить. Очень сильно боюсь глюка, который сейчас ведет на нет всю эту красивую тему. Всегда боюсь. Не боюсь только за своим компьютером, где у меня все хорошо работает. Открываю файл Сахалин. Диаграмма не стояла на обновлении автоматическим, поэтому мне сразу ничего не предлагают, ничего сразу не происходит. Обновление диаграммы я могу выполнить из меню файл, изменить связи с файлами, нажав на команду обновить. Или я могу выполнить команду непосредственно от самой диаграммы, нажав на которую, пройдя на вкладку конструктор и выполнив команду обновить. Ну, слава богу, получилось. Вот что хочется сказать. Да, не опозорил меня, молодец, молодец. Причины, по которым это может не работать, я озвучивать не могу. Давайте так, закончится запись наша официальная, я скажу, почему может не работать. А иначе компания Microsoft на меня подаст в суд. Таким образом, данная презентация, будучи перенесена за другой компьютер, останется без экселевского файла. Да, останется без экселевского файла. И менять эти данные так же весело я не смогу. На предмет обновления данных будет сообщение такое, как не могу найти исходный файл. Вот и все. Далее, перехожу к третьему слайду презентации. Соотношение мужчин и женщин городского населения в девяти городах областного назначения. Замечательно, да. Мне нужен тот же самый файлик, который называется «Население». Все еще о нем идет речь. Теперь я попробую правую клавишу мыши в другом исполнении. Перехожу на листик «Урбанизация». На листочке «Урбанизация» у меня показаны диаграмма бабочка, она же диаграмма торнадо, которая показывает... Да ничего она не показывает особенного. Мне не нравится, знаете, сама постановка вопроса. Здесь ни мужчины, ни женщины. Здесь скорее... Какая мысль этой диаграммы, если бы вы не видели ли бы заголовок? Заголовок, кстати, здесь тоже нужно убрать. Что люди живут в Южно-Сахалинске в основном, да? Да. Диаграмма должна своим рисунком сообщать что-то экстремальное. Экстремальный выброс должен быть показан. А здесь не сказать, что в Южно-Сахалинске мужчины скучают, а вот в Углегорском там рай на земле, да? Тут не сказать об этом. Примерно бабочка одинаковая, да? Одинаковые крылья? Одинаковые крылья влево и вправо идут. Но это я так... Не о том, не о том. Диаграмма есть. Давайте начнем с этого. Диаграмма есть. Диаграмма есть, и на сей раз я ее хочу вставить таким образом, чтобы она была вставлена с возможностью менять данные. С возможностью менять эти данные. Обратите внимание на количество листов. Это зачем-то важно. Пока не скажу. Длинная интрига. Так я даже создам еще один. На нем напечатаю какую-то информацию. Интрига углубляется. Сохраняю. Перехожу обратно. Так. Копирую диаграмму любым удобным способом. Команды копировать. Перехожу в PowerPoint-овский файл. Щелкаю правой клавишей мыши, как и в прошлый раз. И на сей раз я буду выбирать значок не связывания, как в прошлый раз, а значок внедрения. Мне снова неважный дизайн, и я пренебрегаю синей кисточкой, которая содержит те же самые возможности. Да, связать или внедрить, но с сохранением дизайна. Первую. Самую первую кнопочку. На вкладке конструктор я могу по-прежнему выбрать какой угодно дизайн. Внешний вид остается за мной. То есть это не является определяющим в данном виде импорта. Раздвигаю, увеличиваю, делаю все красиво. Так, пожалуйста. Могу подобрать какой-нибудь экспресс-макет по вкусу, который также на вкладке конструктор. Регулировка происходит без проблем. Название диаграммы удалю, оно мне здесь не понадобится. Мужчины и женщины. Легенду поставлю наверх. Выполняя такую быструю демонстрацию, я не имею цели вас чему-то научить. Я просто показываю, что все можно. Все можно. Могу делать все, что угодно. С внешним видом внедрения или связи не имеет значения. На внешний вид диаграммы никакого воздействия не оказывается. Сплошная заливка. Прозрачность 50 сделаю здесь. Здесь тоже можно сделать не слишком-то. Там тоже как-нибудь вот так вот. Данные к диаграмме очень как-то бледненько выглядят. Давайте я покрашу в более тяжелый цвет и сделаю, может быть, побольше. Все это, чтобы можно было хоть что-то разглядеть. Ну, скажем, остановлюсь. Остановлюсь. Надо остановиться. Excel-файл, который мне послужил источником копирования этой диаграммы, я закрываю для чистоты эксперимента. Все, нет его. Презентацию сохраняю и даже тоже для чистоты эксперимента закрываю. Вот я сейчас снова нахожусь на той стадии, момент, когда очень опасно. Лишь бы пакет офис меня сейчас не подвел. Так. Для начала загляну вот сюда. В меню файл, изменить связи с файлами, команда. У меня нет второй ссылочки, да? Нет второй ссылочки. А если бы была бы связь, то она бы была. Даже на тот же самый файл. Да, даже если я ссылаюсь на один и тот же файл, вот 10 раз, да? Вот 10 раз ссылку я и увижу здесь. Хорошо, это не показательно, допустим, вы мне не верите. Нажимаю теперь на саму диаграмму, прохожу на команду конструктор. Второй индикатор. Команда обновить данные, мертвая, недоступная. Она была доступна в прошлый раз, в качестве примера покажу. На предыдущей диаграмме зелененькая, активная, кликабельная. Сейчас нет, недоступна. Ну и, конечно, самым ярким моментом будет то, что если диаграмма у меня все-таки со своими данными откроется, и я нажимаю на команду «Изменить данные», чтобы у меня открылся файл. Это, в общем-то, не тот самый файл. Тот файл назывался «Население», помните? А этот файл называется «Диаграмма Microsoft PowerPoint». Да. Но количество листов то же самое. Громадный минус любого внедрения или плюс, но для меня это скорее минус, заключается в том, что мне требовалась одна табличка, ну и даже если мыслить структурными единицами Excel, ну один лист, да, ну один лист, дай мне. Нет, он всегда внедряет файл целиком. А это означает, что я буду вынуждена удалять все ненужные мне листы. Я открою сейчас на весь экран Excel, а то он так не позволяет это делать. Придется мне лишние листочки уничтожать, включая тот самый лист, который я сама создала, и оставлять только тот лист, который служит источником построения для моей диаграммы. Дубликат диаграммы я удаляю, а зачем он мне теперь нужен, не нужен. Данные по селу мне тоже не нужны, я от них также избавляюсь. То есть вот без этого моя диаграммка жить не может. Вот без этого. И даже вот это не слишком важно, по-моему, да. Так, посмотрим. Ну все прекрасно, все на месте. Изменить данные работает. Ну и осталось только посмотреть. Я сейчас добавлю девушек, добавлю девушек в Долинский. Долинский город это, видимо, да. Добавлю девушек. И работает. Окончательно доказать, что это все-таки не связь, что это именно внедрение, я могу только одним способом. Открыть вам исходный файлик, в котором нет подобных изменений. А файл назывался «Население». В нем вы увидите прежнее количество листов. Видно? В нем вы увидите прежний паттерн на диаграмме, прежнее неудаленное село, да, и прежний состав, в общем, да. Это совершенно два разных файла. Так что, получается, находится здесь у меня в PowerPoint? Это копия. Копия внедренного файла. Никаких связей. Выполняя параметр «Внедрить», вы делаете совершенно независимую от старого Excel-диаграмму, которая поступает к вам со всеми листами от исходника, но надо об этом немножко позаботиться. Я думаю, сами вы будете стремиться к облегчению веса этого файла. Единственный минус внедрения – это вес. Увы. Так. Ближе к табличкам. Ближе к табличкам. Открываю файл. Сейчас окружающая среда. Разрешаю редактирование. Есть. Файл «Окружающая среда» – лист 1 и лист 2. Давайте начну с листа 1. Но сначала вы мне назовите, пожалуйста, следующее. Есть нечто общее между Excel, Word и PowerPoint в плане таблиц. Давайте начнем с Excel. Он же лучше всех, да? Лучше всех на свете, конечно же. Там формула поддержка имеется. Что-то условное форматирование – это conditional formatting, которое распределяется автоматически. Что еще? В Excel вообще все замечательно. Да. А вот давайте ближе к Word. Word или PowerPoint круче работает в плане работы с таблицами? Word. Да, в Word хотя бы вы можете вставить формулу. В Word функционале есть понимание того, что такое ячейки. В нем можно даже стиль создать и сохранить. Это совершенно в Word не нужно, я так от себя скажу. А в PowerPoint нет, 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 нет. То есть у PowerPoint самый низший функционал. Если я могла бы провести небольшое уравнение, я бы сказала так, что PowerPoint меньше равно, чем Word, Word меньше равно, чем Excel, а Excel на вершине мира находится. А теперь назовите мне смежный функционал, пожалуйста. Что общего с таблицами между Word, Excel и PowerPoint? Смежный функционал значит низший функционал, да. Что-то общее между ними тремя. Что поддерживают все три программы? Вот мне все пишут так. Кстати, по поводу... Хороший вопрос, Александр, хочу озвучить. Это значит, с чужих презентаций можно снять побольше данных, чем хотели показать. Александр говорит о внедрении. У меня была практика такая, когда я помогала делать презентацию в одной компании, не скажу в какой. И когда мы нажали на команду «изменить данные», ну, человек внедрил. Внедрил и не знал, что он внедрил. Показались все листы, которые... Ну, хорошо, что я, знаете, быстро посмотрела, и у меня зрение очень плохое, да. Я подозреваю, что я из этой квартиры просто не вышла бы живой. Там настолько были важные данные по этой компании, которые не должен был увидеть вообще никто. Под крики «Боже мой, она что, с ума сошла?» Ну, то есть человек, который делал презентацию, эти листы были судорожно удалены, в общем, и там взволок в службу безопасности и так далее. Внедрение, оно иногда показывает больше, чем человек хотел показать. Именно потому, как внедряются все листы. Я вам дала время подумать. Смежный функционал между Word, Excel, PowerPoint. Что общего между ними? Вопрос проще, чем он звучит. Вставка в... Нет, нет, нет. Вот таблица. Таблица в Word, таблица в Point, таблица в Excel. Между ними что-то есть очень общее. Все программы разные, да. Столбцы, строки. Аллилуйя, Александр, да. Да, спасли, вы меня спасли. То есть само понятие клетка, да, клетка. Каркас, каркас данных. А еще? Уже легче, уже легче чуть-чуть. Ну, помогите мне. Столбцы, строки, Александр, продолжайте. Хорошо, хорошо. Буковки, циферки внутри, видите? Везде можно печатать, константы с клавиатуры, да. Вот формула, возможно, не везде, но печатать-то можно везде. Простой вопрос, да. А еще? Последнее, последнее. Хорошо. Ведро с краской я могу в PowerPoint сделать? Залить, залить клеточку. Форматировать я поправлю, да. В плане краски это. Покрасить шрифт, покрасить клетку, да. И все, и все. Вот это общее. И это и есть низший функционал PowerPoint. Ctrl-C, копирую табличку. В этой таблице у меня есть покрашенные ячейки, по факту. Автофильтры, значки мне не нужны, бессмысленные, допустим, для меня. А еще мне нравится, вот как покрашено, допустим, это важно. Формулы здесь нет. Я перехожу в PowerPoint. Перехожу в PowerPoint. Презентация Сахалин. И это будет слайд, слайд, слайд. Это будет слайд, по-моему, по... Почему он там? По текущим затратам. Да, последний слайд презентации под номером 6. Щелкая правой клавишей мыши, что, в общем-то, можно. Я наблюдаю первые два. Раз, два. Это простые варианты импорта. Причем по умолчанию идет именно первый значок. Если я не буду работать правой клавишей мыши, а просто сделаю Ctrl-V, я получаю вставку смежного функционала. Клетка. Просто потеря автофильтров, потеря условного форматирования. Но вместо Ctrl-V, вместо обычной вставки, я могу все-таки задействовать синюю кисточку. Мозгов она ей не добавит. Это важно, да. Здесь ничего умного не будет от Excel, но, по крайней мере, будет сохранена краска. Да, пойду так. Поставлю табличку за уголочек. Вот вам маленький лайфхак. Если увеличивать таблицу за угол, размер текста и размер таблицы не синхронизированы друг с другом. Заплетаюсь. А если делать все то же самое, но удерживать клавишу Shift при этом, размер объекта и размер текста будут синхронизированы друг с другом. Да, это мелочь совсем, но приятно. В программе PowerPoint так работа с таблицами происходит. Shift и за угол синхронизация размера текста с размером объекта. Вот я, как условный дизайнер, сейчас имею таблицу, в которой я могу менять циферки. Смотрите, могу вот сюда щелкнуть, да. У меня формулы здесь нет, но я и не хотела. Могу эту клетку перезалить, команды заливка фигуры в еще более красный цвет. Могу поменять дизайн этой таблицы, выделив, например, какие-то части таблицы и снова используя какие-то очень простенькие команды. Да, могу. То есть, почему не могу? Все могу. Меня это устраивает. Но чаще всего мой способ работы с документом такой. Вставить красиво, что было, отдать, забыть, все пока. То есть, я не работаю дальше с таблицами, но совсем другого ждут те, кто работу с таблицами вообще как-то для себя видит. Если у вас есть таблица, с которой вы вынуждены продолжать работу, то в таком случае на пятом слайде презентации я сделаю другой пример. Другая табличка. Файл окружающая среда тот же. Допустим, здесь внизу что-то элементарное. У меня подводятся итоги. Я выделяю диапазон расчетных данных. Пустую клетку внизу. А, наверное, я даже вот так вот сделаю. Вот так сделаю. Интересно, так получится у меня сделать. Альт равно. Подвожу итоги. Так, это она больно длинная. Текста много. Ну, как-то так. Хорошо. У меня есть итоги. Я вот последний столбец подчеркну тоже, что вот он, итоговый. Ага. А, нет, нет, нет. Я туда не вывела все-таки. Не вывела итоги вправо. Ну-ка. А так у меня получится интересно вывести итоги вправо. Альт равно. А, пошел уже тогда 16-й год. Ну, я поняла. Все-таки итоги состоялись. Все. Sorry, 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 sorry. Просто это не 15-й год. Он просто здесь продолжил заполнение. А это у нас итогов. Это итогов. Я пытаюсь здесь сюда просто заложить формулу. Все, что я хочу, это получить формулу в этом месте. У меня здесь есть хотя бы одна формула. Сумма обыкновенная. И нам ее вполне будет достаточно. За ней будем следить. Сумма по каждой, получается, строке. И сумма по каждому столбцу. Все. Отлично. Сохраняю. Выделяю. Копирую. У меня есть чисто экселевский функционал здесь. Кроме того, вот эти симпатичные стрелочки, они не будут спасены правой клавишей мыши и синей кисточкой, поскольку это совсем не смежный функционал. Варианты вставки. Давайте переберу все на пятом слайде. Если я щелкну правой клавишей мыши и если я щелкну на первую кнопочку или на вторую кнопочку, у меня будут потери стрелочек. Видно? Не сохраняются. Не смежный функционал, а именно чисто экселевский. Отваливается, увы. Я вообще не хотела бы пользоваться этими возможностями дальше. Я захожу в специальную вставку. Для этого мне надо зажать на клавиатуре Ctrl-Alt-V, либо нажать на нижнюю половинку команды «Вставить» и проследовать специальную вставку. Вот так. Ctrl-Alt-V. Alt – это тот, что слева от пробела. Правый Alt часто бывает ненастроенный. Специальная вставка дает мне возможность объект либо вставить полностью, целиком, либо связать. Вот это место. Ниже сюда можно даже не обращать внимания. Объект «Лист Microsoft Excel» вставить. Вот зря слово «внедрить» не написано. Было бы вообще, не было вопроса. Внедрить или вставить – такая подоплека вопроса. Если я возьму «Вставить» и нажму на «Ок», я получу свою визуализацию идеально в внешнем виде, без каких-либо изменений. Один в один, как в Excel, если это надо. Но гораздо больше, что я получаю. Я получаю матрешку. Достаточно только ее помучить. Сделаю двойной щелчок по табличке. И у меня «Dropdown интерфейс». Файл внутри файла. «Dropdown» провалится. На русском нет слов, которые объясняют происходящее. То есть вот маленький файл, да, внутри другого файла находится. Внедрение, как обычно, идет с лишними листами. Об этом мы не забываем. И в рамках паранойи и веса, или веса и паранойи, обязательно удаляем лишние листы. На оригинале документа это никак не скажется. Это копия. Я меняю исходное значение. Мне срочно позвонил директор и говорит «меняй, срочно меняй». И я меняю. У меня меняется итоговая цифра обязательно. Одну цифру меняю. Меняются все зависимые возможности. Здесь что-нибудь меняю. Все зависимое сразу меняется. Escape. Все потрясется, успокоится. Все, я на месте. Если я дублирую этот же самый слайд. Ctrl-D. Дублирую слайд. И выполню другой вид импорта. Копирую заново. Выполняю Ctrl-Alt-V. Но на сей раз с опцией связать. Окей. Я уже заканчиваю. При двойном щелчке кое-что произойдет. У меня открывается файл. Не в дроп-даун интерфейсе, а открывается файл во весь экран. И это не просто файл, а это тот самый файл. Тот самый файл, который называется файл населения. Я к нему здесь имею как бы ссылочку, да, получается. Все, что я меняю в нем. 45-45, например, написала. Закрываю, сохраняю. У меня немедленно должно отображаться на чем. А что это я? Что я вижу перед собой? Связанный вид импорта, он мне что-то дал. То, что я могу увидеть, пощупать своими руками. Настоящий экселевский файл где-то там есть. И я сразу заранее скажу, что есть и ссылочка, да, ссылочка вот сюда. Причем ссылка строго односторонняя. Эксель может влиять на это, а это не может влиять на эксель. А что это? Мне нужно хорошее слово. Только не называйте это таблицей. Оно того не заслуживает. Проще, чуть-чуть проще. Визуальное отображение, что это? Картинка, картинка. А еще лучше скриншот. Что-то такое унизительное надо вот придумать, чтобы мы понимали, что если натуральный экселевский файл будет уничтожен, оставлен, потерян. Витрина, вот мне Александр еще сказал. Все, шик, да. Это рисунок, единственные мозги которого заключаются в том, что он обращается к настоящему документу и зеркалит его состояние. Кстати, у нас есть вторая ссылка в сервисе «Изменить связи с файлами». Если я сюда нажму, то обнаружу, что на сей раз у меня есть еще одна ссылка. Всего два вида связи были использованы у нас. И обе эти связи здесь отображаются. Одна связь была у нас на диаграмму. Вот тип диаграммы. А другая связь была на лист, на экселевский лист. И все это обновляется. Обновляется при открытых документах. Насильное обновление клавиши F9, либо командой «Обновить связь». Советую вам случай. Лишний слайд, четвертый слайд я удалю, потому что я уже хотела кое-что еще рассказать. Ну, уже по времени. Не буду вас задерживать. Хотел только сказать, что если вы хотите грамотно переехать с места на место, с одного компьютера на другой компьютер, то советую вам средство под названием «Package for CD». Упаковка. В меню «Файл», «Экспорт», «Упаковать». «Файл», «Экспорт», «Упаковать». Речь идет о комплексном переезде со связями. При внедрении вам это не нужно. Внедрение все внутри. Просто файл скопировали на флешку, да пошли. А вот если вам надо переехать полностью с места на место, то вам надо создать папку проекта, в которую войдут копии всех ваших файлов, как копия самой презентации в том числе. Важно понимать, что это будут снова копии. Ваши исходники никуда не сдвинутся. Создаю. Копировать в папку. Презентация, которая будет расположена на рабочем столе. На важный вопрос, а включить ли связанные файлы в пакет строго «Да». Или сразу на флешку можно это делать. Жду. 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 Проходит несколько секунд, открывается папка, она только что создалась. В нее вошла копия презентации «Сахалин», копия файла «Население» и копия файла «Окружающая среда». Пакет презентации и авторан. Ну вот эти два элемента, в общем-то, не нужны. Они нужны просто как гарантия воспроизведения вашей презентации на любом устройстве, даже если PowerPoint на нем не установлен, включая умные компьютеры. Какие умные компьютеры? Умный телевизор. Флешку ватнул в бок, там, в USB-разъем. И все, и презентация обязательно запустится. В некоторое время потребуется на обращение к интернету, чтобы там скачал presentation viewer на эту тему, установил. Ну, презентация откроется. Так, а если вы просто так придете на другой компьютер без этих документов, человек вот постучит по табличке со связями, что произойдет, ваше мнение? Я сейчас покажу, что произойдет. Удалю файл «Окружающая среда». Нет его, он в корзине. Показать корзину? Не нужно верить. Двойной щелчок по табличке, которая связана. Это имитация того, что я эту презентацию получила по почте. Вот. Вот что будет, если просто презентацию принести или отправить по почте. Связный файл недоступен. Вот что будет. Внедрение всегда себе говорит «Вот, работай со мной». А так ли это хорошо? Подумайте. Связь будет работать только в том месте, где есть связанный файл. Если путь к нему подвергся какой-то проблеме, через мастер управления связями вы легко это восполните. Я закрываю, сохраняю данную презентацию. Такая маленькая вам история про то, что такое связи и что такое внедрение в вашем документе. Ну, а графический вид импорта, импорт как рисунок, он доступен нам и по правой клавише мыши тоже. Кое-какие файлы дополнительные, которые там находятся, листочки, которые я с вами не обсудила. Я обычно беру просто материал на запас. Исходный набор материалов вам доступен по ссылке. Предлагаю вам, если хотите, скопировать ссылочку со своим телефоном, если хотите, можно подойти, скопировать эту ссылочку. И скачать набор материалов, если хотите выполнить все те же самые действия, что и были указаны в нашем курсе. Всем большое спасибо. Спасибо.